Птичка певчая 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 Ну, хорошо. Дай номер телефона. Так, ну-ка, давайте, заходите. Давай-давай. Мама! – Мам! – Бабуля! – Привет! – Бабулечка! Ой, кто приехал? Мои хорошие. Как я вас давно не видела, а? Санечка, ты чего такой бледный? Не заболел? Да нет, нормально с ним еще. Бабуль, как я могу заболеть? У меня мама и папа Витя врачи. Ты забыла, что ли? Ты говоришь, я не забыла. А папа с мамой опять поругались. А давай бабушку напугаем. Все, давайте быстро. Мультики смотреть. Скоро есть будем. Ничего себе, не ожидала. Я и не помню такого у тебя. Обалдеть вообще. Да нет, я ждала. Я ждала. Что опять случилось? Поругались? Ну, давай, рассказывай. Слушай, мама, я с Кавказа приехал, я в себя не могу прийти. Вокруг все какое-то такое пустое, бесполезное. Жанна с своими этими подругами-мещанками, сотрудники на работе, знаешь, вот кишат просто, как муравьи. Друг другу кости перемывают. А раньше разве по-другому было? Да так же. Ну, сейчас как-то особо, ну, какое-то уродство. Ты понимаешь меня? Понимаю, но... Так. Сейчас. Здравствуй, Наташенька. Я все купил. Может, еще что-нибудь? Томас. Да. Здравствуй. Ты прости, обстоятельства изменились. Ко мне сын с внуками в кои-то веки заглянули. С внуками, да. А может, я могу сказать им привет? Я не знаю. Да. Не сегодня. А когда? Я тебе позвоню, хорошо? Ну, давай, пока. Я тебе позвоню, пока. Спасибо, Алик, что подбросил. Ну, не на метро же тебе ездить. Ух ты. Хороша. Знаешь ее? Она интерна у меня в отделении. Ну, теперь я понимаю, что тебя привлекает в работе именно в этом месте. Ой, да этих звезд Восток уже пол Москвы. Я скоро по отделению с переводчиком ходить буду. А главное, прут, прут ведь. И ничего не скажешь. Толерантность. И заводись. Девчонки, у них что надо. Самое главное, пугливые. И легко доступные. Фу. Ладно. Пока. Эх, везунчик. Девочки, привет. Наконец-то Гуля приехала. Ну, рассказывай, как ты? Я, ну, откуда опаздываю, девочки? Потом, хорошо? Что ты с ней возишься? Я не понимаю. Я назначаю вам электрофорез. Доброе утро. Гуленька, здравствуйте. Ну, наконец-то вы вернулись. Анатолий Сергеевич, вы обещали мне до моего возвращения вописаться. Как же я мог уйти, чтобы не попрощаться с вами? Я могу продолжать? Если вы опоздали, то будьте хотя бы поделикатнее. Нате вам. Идите вон к тому. Так. Алексей, как вы? Спасибо. Уже лучше. Можно? Я вам звонил. Я сын Далины Тимофеевны. Виктор Соколов. А, заходи, Витя. Садись. Спасибо. Как мама? Мама? Вам нечего. Суставы, как обычно. Но она вид не подает. На даче еще живет. Да замечательно. Свежий воздух, природа. Что еще нам на старости лет нужно? Внуки. Ой. Ну, разумеется. Скажи мне, Витя, честно. Кроме Галины Тимофеевны, кто-нибудь что хочет дойти? Это очень важный вопрос. Ну, конечно. Мы с женой давно мечтаем о большой семье. Но пока как-то... Да отлично. Только я сегодня вас ведь вместе с супругой ждала. Ну, обычно семейные пары вместе приходят на такого рода консультации. Ну, вы понимаете, для моей... Для моей жены это больной вопрос. Я хотел бы сначала сам понять, чего ждать и к чему готовиться. Будем надеяться, что все будет нормально. Я тебе скажу так, что сегодня у молодых пар очень часто так бывает. Работа, стрессы, экология к тому же. Ну, раз ты сегодня пришел один, с тебя давай и начнем. Ну, все. Договорились. Давай. Привет, привет. Ну, наконец. Ну, ты мог бы звонить хоть разок, а? Я перерывала по телевизору каждые полчаса бегала. Ну, как там? Как твои? Все в порядке? Угу. Ты представь себе. Я один на один со стихией. Лавина идет. Ветер свищет. Молодец. И ничего, вернулся живой. Молодец. Слава богу. Представляешь, ты волновалась? Угу. А жена моя родная не... Ну, прекрати. Ну, нельзя так говорить. Она очень даже переживала. Звонила мне в офис постоянно, спрашивала, как тут идут дела. Кстати, дела-то как? Ну, вообще-то, Игорь, когда узнал, что тебя нет на связи с Диркодором, он просто рвал и метал. Он был очень зол, Паша. Наплевать. Пойдем, расскажем. Паша, как-то наплевать. Здравствуйте, Валентина. Хорошо вы глядите. Берегите себя. Чок, ну ты же, Соня. Прости, не видела. Под ноги смотреть нужно. Это Анжела за красавчиком Лебедевым следит. Никак оторваться не может. Чай будешь? Нет, времени нет. Лебедев с утром, ну, недоволен. На одну минуту опоздала на обход и все. Кричи. Не переживай, он к тебе всегда продирается. Любит, наверное. Сизова, я не понимаю, ты что ждешь? Когда смена твоя кончится? Давай, перевязочную, бегом. Тай, а ты что отдыхаешь? Перерыв? Соги мне результат анализов с Жабова и с четвертой, например. А тебя, Гуля, уже полчаса заведующий ищет. Да? Да. Сейчас. Все. Раскидала всех, как солдат, на плацу. Сизова! Иду, иду. Ну, ничего. Оп, 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 оп! Давай, давай! Здорово! Привет! Давай с нами! Давай, живи, живи, скорей! Оп, 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 оп! А, ты! Лови, перекладывай! Давай, давай, давай! А-а-а! Все! Что-то вы совсем расслабились, ребятки? Давно вызывание было, а? Смотри, и на каркаешь. Продолжаем! Давай! Оп! Вперед, вперед, давай! Давай, давай, давай! Ребят! О-па! Ничего себе! СМЕХ Давай, давай, играем! Давай, давай! Витя! Ну, что случилось-то? Ну, бригадиры прислали. Я за вами пришла. Все. Назначили. Быстро, ну и как он? Это не он. А кто же? Она. Женщина. О-о-о! Все. Бригадир, МЧС, баба, да вы что, нас засмеют. А что это нас засмеют? И что смешного такого? Рит, без обид. Все, идем знакомиться. А вы лузеры, идите, отжимайтесь. Слушайте, а давайте мы, знаете что, сразу поставим ее на место, да? Чтобы эта тетка с мазольственными руками знала, кто в доме хозяин. Да? Ты что ли в доме хозяин? Ну, подожди, ну такое психологическое давление, так сказать. Так, все, пойдем сюда. Четвертая бригада. Здрасте. Здрасте. Маргарита Жигалкина. Соколов, Виктор. Дмитрий Мурашкин. Для вас просто Дима. Ирина Кораблева, для вас Ирина Александровна, ваш новый бригадир. Договоримся сразу, я вам не подруга и не собираюсь ей становиться. Для меня важны результат и дисциплина. Если это понятно, то мы сработаемся. Закалите, пожалуйста, волосы. А вы приведите себя в порядок. Вопросы есть? Всем бригаду на выезд. Взрыв бытового газа на улице Монтилова. Количество пострадавших уточняется. И чего стоим? Игорь Владимирович, деньги в весы к рынку коллективных инвестиций практически не сказалось на суммонных активах АКПП. За год они выросли на пять миллиардов. И доставили восемь с акцент и один недорогий. А вам пащики деньги и сроки, пожалуйста, подготовки. Алло, Жан, привет. Ты мне звонила? Я не могла подойти, была на совещание. Привет, Лариса. Ну что там? Как обстановка? Ну слушай, Паша какой-то отрешенный. В нем уверенности в себе как будто бы стало больше. Такой независимый. Ходит на нашего генерального, чуть ли не сысока смотрит. Что с ним рассказывает? А что рассказывать-то? Меня это и пугает. Спустился с гор, теперь ходит как блаженный. Как будто у нее третий глаз там открылся. Оставьте все пустую. Притащился в восстановлю домой. Меня даже не спросил. Ну что с ним такое? Ой, я не знаю. Может быть, его там эта гуля по шаманам затаскала? Ну а что? Ты не представляешь, сколько мне времени понадобится для того, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Подожди. Спасибо. Алло, слушай, ну ты была права, Жанка. Наш шеф тобой интересовался. Я сегодня с ним в лифте вместе ехала. И он такой, знаешь, как бы невзначай. Ой, я тебе призвоню. Пока. Приносят их на носилках, а у них кожа синяя, представляешь? В общем, эти идиоты напились антиобледенителя, подумав, что это спирт. Да уж. В общем, голубая кожа – это такое зрелище, я хочу вам сказать. И в общем, когда они пришли в себя и посмотрели на свои руки, они раз и навсегда зареклись что-либо пить вообще. Любимая история, Михалыч. На месте происшествия сейчас работают пять пожарных расчетов. На данный момент пожарные вынесли 12 пострадавших. Хорошо. Что творится? Куда, куда, давай, 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 давай. Отвечайся просто, давай, давай. Пропустите. Сюда, сюда, сюда кладите. Пульс. Кладите. Как тебя зовут? Мой сын, серьезно? Дойдем, не волнуйся, держи. Ирина, помощь нужна. Что с ним? Пульса нет. Уколы. Шприц. Давай, давай, давай. Найди мальчика, семи лет. Давай, 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 быстрее, он там. Ну, давай. Скорее, скорее выносите. Есть, есть, он начал дышать. Отойдите, отойдите. Раздыши его. О! Ну, читай. Ты от кого ты тут прячешься? Не от кого. Так, сейчас пойдешь со мной в приемное отделение, там привезли нового пациента. Ну, что такое? Что случилось? Рассказывай. Лебедев опять. Не понимаю. Что я делаю не так? Он мне ничего не объясняет и все время, но я недоволен. Да не в тебе дело, девочка. Не бери в голову. Давай, пойдем со мной. Ты мне нужна? Бегом. Буду. Буду. Через полчаса заезжай за мной. Да все, я успею. Да, столик я уже заказал. Ну, все, давай. Так, давайте, давайте, дамы. Так, Сулейманова. Что ты как вареная? Я не вижу рвения. Я Соколова. Только не надо драматизировать. Больной в сознании. У него перелом. Сейчас наложим гипс, и будет как нужно. А что, я бы вот тоже перестраховалась. Что Гуля сейчас отвезет, а вы потом результатики посмотрите. Много времени-то не займет. Так, дамы, я напомню, что врач здесь я. Компьютерной томографии не вижу смысла. Сейчас наложим гипс, и все. Настя, мне нужно позвонить. Настя. Тихо, 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 успокойтесь. Все нормально. Сейчас мы вас отведем, обработаем ваши раны и позвоним Насте. Спокойно. Раз, два, три, четыре. Адреналин. Есть. Атропин. Раз, два, три, четыре. Продолжай, продолжай. Раз, два, три, четыре. Нет, нету. Еще. Раз, два, три, четыре. Бери, бери, бери быстрее. Пятьдесят. Распределять. Распределять. Нет пульса. Остановка. Сто. Распределять. Нет пульса. Еще сто. Распределять. Куда я? Куда я? Быстрее. Давай. Он дышит. Есть, есть. Давай. Давай, давай, давай. Тише, тише. Тише. Молодцы. Есть. Есть. Распределять. Как у вас? Дима, ближайший. Распределять. Мы едем в ближайшую. Молодец. Крепкий парень. Ирина, вы ему жизнь спасли. Молодцы. Сделали. Отличная работа. Молодец. Папа Витя. Папа Витя. Санька. Финиш. Оп. Оп. Молодец какой, добежал. Привет. Представляешь, сегодня на работе такая история. Пацана шестилетнего спасли. Наша новая бригадирша каким-то чудом с твоего света вытащила. Такой же, как Санька. А как она вообще? Вообще, лучше не спрашивай. Не буду. Я собрала твои вещи. Да ты что? Я ж ненадолго. Хочу попросить профессора Морозова, чтобы был оппонентом у меня на диссертации. Угу. Обсудим кое-что по работе. И домой к вам. Я уже скучаю. Вы знаете что? А пойдемте в кино, а? Ура! Кино! 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 Какое кино? Ты еле на ногах стоишь после работы, а завтра еще в дорогу. Кино. Ты к тому это сплюсь? Мне нравится, что ты такой счастливый, а? Хм. Кино, кино. Кино, кино. Картина складывается отрицательной. Я издал приказы об обчислении Иночкина. Все. Кино. Я куда-то собираемся? Завтра просто забыл. Я подбираю наряды по слову шубилея вашей фирмы. Угу. Ммм, ты будешь самая красивая! Коллеги просто обзавинуются! Анечка, уже поздно? Где ложись в баньки? Мам! Давай, давай, ложись! Всё, давай ложись! Я не хочу с тобой ругаться, я хочу тебя полюбить! Правда? Правда. Я очень соскучилась. Я не всегда могу выразить свои чувства словами, но я надеюсь, мы не будем сейчас разговаривать. Ой-ка, Тимофеевна, вы идите сами, я сейчас. Лидия Ивановна, простите, что-то я забегалась. Пациента вчерашнего Мусаханова после ДТП в какую палату увезли? В морг его увезли. Как? Подождите. Ну, кровоизлияние в мозг. Ночью впал в куму, а утром он скончался, не приходя в сознание. Так мы-то же знали, что у него кровотечение. Лебедев об этом знает? Я пойду с ним говорить. Стой, куда ты, Гуля, уймись. Ты что, забыла, кто у Лидии дева отец? При чем здесь это? Да при том. Если вот тебя из интернатуры выкинет, ты вообще себе в Москве работу не найдешь. Так что подумай о себе. Пациенту все равно уже ничем не поможет. Так что, если очень хочется, иди вон, делай его, найди и родственникам сообщи. Давай, давай, давай. Да. Гуль, привет. Я хотел сказать, что мама заберет Сашку из сада. Хорошо. Ну, привезти я его не смогу. У меня сегодня банкет на работе. Ты сама за ним заедешь? Хорошо. Гуль, у тебя все в порядке? Да, Паша, я тебе перезвоню. Алло, Настя? Познакомишь меня со своими коллегами? Не знаю. Еще завидовать буду. А, кстати, моя помощница Лариса, запомнились. Это моя жена Жанна. Очень приятно. Очень приятно. Это Паша, клоун. Эй, я сейчас. Давай. Сейчас. Отлично выглядишь. Взаимно, дорогая. Ну, слушай, а кто это там рядом с Игорем? А, вот это как раз-таки Андрей, конкурент твоего Павла. Ага. Видишь, у генерального нашего трется. Угу. Поэтому и первая кандидатура на роль вице-президента нашей компании. Ну, так было до того, как я включилась в игру. Любимый, шампанского. Иду. Держи. Ну, давайте. А чего шушукаетесь? Молодых перспективных менеджеров обсуждаете? Да, именно так. Я рядом. Жанна. А? Я есть хочу. Как волк. Я тоже. Давай украдем чего-нибудь, а? Ну, еще рано. Там закрыто все. Одной креветочки у них не убудет. Пойдем. Ну, пойдем. Ну, пожалуйста. Так, аккуратней, Настенька, осторожней. Осторожней. Максим, не носись, так хватит. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталька. Сашка, ты мой хороший, ты мой хороший. Привет. Красавчик. Так. Бабуля, а папа придет? Папа работает и не может сегодня прийти. А мы сейчас поедем с тобой ко мне и поиграем. Идет? Идет бабуля. Ну, здорово. Наталья Карловна, он виловатый что-то сегодня. Не заболевает ли? Да, что такое? Ну-ка. Ну, вроде ничего. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Пойдем домой. Пойдем. Ну, до свидания. До свидания. Спасибо. Максим! Мишка, пока! Пойдем, Максим, поиграем в тихую игру. Ну, как день прошел? Бур-буру? Сейчас. Так, давай, по-быстрому убери и уходим. Так. Отойди. Ты что делаешь, а? Вот они. Жан, ты что творишь? Паша, я исправляю ошибки, допущенные при массаживании гостей. Я считаю, что мы с тобой достанем сидеть на центральном столе. Жан, давай так, немедленно ставь их обратно. Ты меня ставишь в неудобное положение, ну. Жан. Паша, ты у нас слишком честный. Гуль, привет. Привет. Ты как? Ничего. Домой ухожу. Нужно за Сашкой заехать. Тебя там спрашивали, пойдешь или сказать, что ты уже ушла? Пойду. Пойду. Работает? О, спасибо. 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 Держи. А, Юр, извини. Юра. Очень важно обрисовать эту ситуацию максимально прозрачной. Андрей, ты, погоди минутку. Хорошо. Хорошо. Добрый вечер. Вы? Я. Вы меня с шампанским, пожалуйста, только не обливайте. А то мне в этой рубашке сегодня еще речь произносить о просветании нашей компании. Жанна, мне очень неприятно, вернее, мне сейчас очень приятно с вами познакомиться. Игорь. Игорь Сергеевич. Все готово. Я прошу прощения, пришла пора начинать все это безобразие. Ну, надеюсь, еще увидимся. Я Гульчатая Соколова. Это вы меня искали? Здрасте. Я Гульчатая Соколова. Это вы меня искали? Здрасте. Саша, Сашенька, иди есть. Саш, потом мультики досмотришь. Эх, мама. Санька, ты меня что, не слышишь? Малыш, что с тобой? А? Ты чего такой бледный? Ну-ка, 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 иди-ка мне быстренько, давай-ка. Что? Ну, дай посмотри, головушку посмотрю. Ну? Слушай, у тебя же жар, а? Что с тобой? Плохо тебе? А папа придет? А мама? Да. Придут. Мама, папа, все придут. Пойдем-ка в спаленку. Я тебя в кроватушку уложу. Давай температуру померю. Боже мой, ты же весь горишь. Господи, что это такое? Пойдем-ка. Пойдем-ка. Ну, что вы здесь стали, голубки? Может быть, пойдем вниз? Да, пошли. Сейчас, извините. Да. Я пойду вниз догоняйтесь. А какая температура? О, черт. А дышать тяжело? Так, все, давай я выезжаю. Сейчас такси беру и выезжаю. Жанна, ехать срочно надо. А что, шутишь? У Сашки температура огромная. Боже, ты с ума сошел? На кону твоя карьера. Я тут стараюсь, стараюсь все как надо. Уезжаешь в самый ответственный момент. Ну, пусть скорую вызовут. Пусть Гуля позвонит. Она именно... Послушай, Жанна, до Гули никто дозвониться не может. И мой ребенок сейчас что, должен там валяться температуру и я здесь бухать радостно или что? Паш, ты поставишь на карту свою карьеру в будущей нашей семье из-за обычной температуры? Я еду к своему сыну. Либо ты со мной, либо нет. Уже куда ходишь? Сразу влюбилась. Садим. Понимаете, я... Я только из детдома вышла. И мне... Мне очень хотелось семью. Мне... Просто хотелось настоящего, тихого счастья. Ложеные родители, они были против. Сразу меня в штыки приняли. Конечно, их сын студент юридической академии и детдомовка. Они выдали его из дома и больше с ним не общались. А его мама говорила, что я убиваю их сына. Она оказалась права, а я его убила. Настя, нельзя так говорить. Никогда не вини себя, слышишь? В жизни всякое бывает. Такое не должно было случиться. Я знаю, я уверена, что если бы он жил со своей семьей, его мама бы о нем позаботилась. А как он жил со мной? Съемная квартира, постоянно денег не хватает. Я сама все разрушила. Я должна была... Я должна была его отпустить. Я... Я просто счастья хотела. А где он сейчас? Он в морге. И надо его увидеть. Ты уверена? Да. Хорошо. Пойдем. Андрей, иди сюда. Нас посадили вместе. Либо это снова совпадение, либо просто удача. Другого объяснения. Я не нахожусь ему в факту. Здрасте. Здрасте. У тебя есть к кому пойти? Нет. Тебе нельзя одной оставаться. Я сама. Я привыкла. Я провожу. Мне никого нет, но мне никто не нужен. Мне нужен был только он. Настя, успокойся. Тебе еще ребенка рожать. Ребенок? Да если бы не этот ребенок, Гоша сейчас был бы со мной. Потому что это из-за ребенка ему пришлось уйти из института. Пойти на эту чертову работу. Вы думаете, что ребенок заставит меня забыть Гошу? Но вы не понимаете ничего. Успокойся. Ничего не понимаете. Да отпусти ты меня! Отстань! Настя! Настя! Помогите! Позовите врачей! Куда? Настя! Настя! Слышишь? Настя! Слышишь меня? Вы ее родственница? Это гельчатая Соколова. Наш интернест травмы. Состояние крайне тяжелое. Роды остановить не удалось. Сейчас мы ее готовим к экстренному кесарю. Ну что еще сказать? Дальше только время. А что с ребенком? Гельчатая, это 32-я неделя беременности. Плод недоношен. Вы же понимаете, что состояние пациентки для нас является приоритетным. У Насти только что умер муж. Вы просто обязаны спасти этого ребенка. У нее, кроме него, никого больше нет. Евгений Львович, все готово. Извини. Я, наверное, сейчас скажу банальные вещи, но здесь становится слишком шумно. Поэтому, может быть, переместимся в какое-нибудь другое, ну, более тихое место. Например? Например, ко мне домой. Нет, спасибо. Поздно уже, мне нужно к мужу. Альтернатива, конечно, так себе, но я вас провожу. Не стоит, я такси возьму. О чем уговорить? Я настаиваю, попрошу. Поймем. О, спасибо. О, спасибо. Послушай, если ты где-то шляешься, бери с собой телефон, он звонит, не переставая. Да, Наталья Карловна, что случилось? Дельчата, я наконец-то вспомнила, что у тебя сын есть. Саша заболел. Что с ним? Ничего, можешь не волноваться. Сейчас все уже хорошо. Кстати, у Паши сегодня были очень важные встречи на работе. Он все бросил и приехал, так что теперь все под контролем. Я еду! Не торопись. Что оно? Сказал, скоро едет. Кстати, если придет в голову взять больного ребенка и тащить через всю Москву домой, я не разрешу, так и знаю. Мам, не начинай, я пойду прогуляюсь. Иди, иди, только скажи ей, пока Саша не выздоровеет, я его не отпущу. Да, кстати, надо бульон куриный сварить. Гуль? Как Сашка? Да все в порядке с ним, нормально, Гуль. Просто простуду, бабушка его в спать укладывает. Ну и хорошо. Все, успокойся. Пойдем прогуляемся, пойдем. Чего случилось? А? Гуля? Паша, у меня сегодня пациент умер. Его можно было спасти, я не смогла. Я должна была спорить с советующим, но я думала, что он знает лучше. Я должна была спасти его. У его жены преждевременные роды. Если она потеряет ребенка, то на моей совести две смерти. Меня все успокаивают. Говорят, что я должна привыкнуть к тому, что люди умирают. Но я не могу. Как? Как можно привыкнуть к этому? Я ничего не знаю. У меня все нервы, нервы. Я все время переживаю, что у них правда нет места в медицине. Как будто ты доживел. Может, мы зря сюда приехали? Это точно. Что ты там говорил про продолжение вечера? Фу. Шеф, поехали дальше. Шеф, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok